добрый вечер помните наверное как у дженерал моторс развивали события в 2008 году ребята настолько сильно перепугались кризисом до такой степени бросились в объятия государства с просьбой помочь ему и при какой-то количество денег им влить потом ведь на минуточку им порядка 60 миллиардов влили то есть колоссальные деньги так вот джемовцы тогда сразу сказали что все мы конечно будем заниматься только экологией мы теперь обязательно фитнесом займемся будем щипать зеленую травку сейчас изобретем срочно какой-нибудь кофемолку газонокосилку и еще пару методов для похудения также похудания и субурбана больше не будет продолжение тахо не последует мы заодно что нибудь сейчас делаем с нашими знаменитыми пикапами наверное мы совместим с тележкой для гольфа и первое что они сделали всерьез они взяли тут же убили trailblazer был довольно характерный для америки средний размерный ну все-таки кроссовер с элементами внедорожного потенциала но это была настоящая американская машина с большим мотором большим салоном рамник был очень интересно придуман и привлекал конечно в том числе и дизайном а также знатоков и ценителей американской техники вот этим соотношением все-таки весьма дееспособного и прочного агрегата при не самом дорогом вступительном билете и не самом зверском сервисе хотя конечно наш российский сервис он беспощаден абсолютно ко всем когда американцы пришли в себя огляделись и поняли что они садили то они конечно сразу сказали что все не волнуйтесь будет субурбан будет тахо мы не будем замахиваться на пикапы потому что пикапы символ америки это единственная кормящая статья всерьез доходе любого концерна в том числе его такого как general motors на тот момент переименованы злыми языками американскими в government motors а вот труп trailblazer оказался закопан чрезвычайно далеко и шевроле траверс пришедший ему на смену просто кроссовер в америке еще как-то более-менее прижился хотя довольно быстро его продажи пошли под откос и вот как-то они так по ладошке хлопнули глазками тоже стукнули огляделись по сторонам и поняли что на эксгумацию trailblazer и денег много и времени хватает что делать извечный русский вопрос тоже в америке ответа по данному пункту не имеет а тут легенький ветерок и бриз надежды вдруг из бразильского филиала бразильцы джемовские бразильцы они так тихонечко живут на своем островке они очень любят всякие машины на тростниковом спирту бразилия вообще не столько пьет сколько танцует и на спирту ездит там машины всегда немножечко автономный вот как в австралии джем там все же должно быть сумчатое в том числе автомобили но не говоря же про людей бразильский филиал он тоже такой самобытный они очень много европейских машин берут они регулярно всякие апельки маскируют под местные шевроле и вот пока головная контора рыдала страдала и пыталась как-то насильственно облысеть вырывая остатки волос из головы бразильцы тихо спокойно делали очередное поколение пикапа они как всегда канонического такого равного большого для того чтобы по не самой богатой бразилии можно было возить какой-то скарп поклажу и вообще для работы машину они делали и вот на стоны головной конторы они сказали а чё вы рыдаете у нас же есть нормальный пикап давайте просто кузовом универсал накроем получится то что вы хотите и вот именно так появилась машина под названием шевроле колорадо известны теперь уже как пикап и его разновидность накрыты цельнометаллическим кузовом универсал новый шевроле trailblazer тот же самый логичный абсолютно ход которым mitsubishi пошла создавая l200 и pajero sport и ford создавая рейнджер и everest но до нас everest не добрался это такой пожизненный укор маркетологом ford великолепно проигравшим российский рынок причем проигравшим наверное навсегда хотя кто знает может быть 2 кто приоткроется была у них такая машина они ее к нам ни разу не привезли вот американцы пошли этим путем они тут же схватили за бразильскую машину сказали ладно ладно пока у нас траверс еще до конца не сдох мы попробуем им торговать но вашу машину мы действительно реализуем в этом новом кузове и посмотрим что из этого получится производственной площадкой для сборки они избрали юар то что у них еще в той ладии завод но давайте вот наконец-то мы вот в этой стране с высочайшей культурой производства известны на все есть на весь мир своими промышленными успехами сделаем хорошую машину для третисортных стран то есть бразилии для россии а также посмотрим еще для чего и на наш рынок пришел новый chevrolet trailblazer имя возрождено и машина получилось по всяким пикапистым мотивом созданная весьма и весьма прочный такой суровый утюг с очень наглым дизайном в стилистике кобальта совершенно отвратительным салоном это провал который даже в америке непростителен в нашей стране он непростителен тем более но рама жесткий задний мост балка такая ядреная тут же они его перевели на пружины подключаем и жестко перед дифференциальной в раздатке есть понижайка и пара таких очень неплохих моторов потому что у него и дизель и бензин я на тест взял бензиновую версию с автоматом автомат очень четкий совершенно замечательно он работает бензиновый мотор настоящего американского объема 3 6 убедительно v-образная шестерка и двести тридцать девять лошадей абсолютно живых несмотря на заявленные евро пять и в результате получается такой грандиозный брутальный ящик очень железистый и если посмотреть правде в глаза больше всего похожий на таху предыдущего поколения вот по большому счету именно его они воспроизвели что называется просто в новом кузове хотя конечно у таки у него моторчики то были v-образные восьмерки в том числе и даже шестерочки у него были побольше но это и у митсубиси например тоже очень хороший виток эволюции когда нынешний pajero sport это ну если посмотреть правде в глаза pajero 2 на немножечко ухудшенной подвески с упрощенным салоном но суть та же самая вот этот вот эволюционный виток дал возвращение к истокам и кстати проверенным надежным и абсолютно правомерно то что машинка получилось нормально вот а это все-таки 410 таха но с мотором не весь помните там была v-образная восьмерка 5 и 7 250 лошадиных сил здесь труба пониже дым пожиже но ощущение от автомобиля точно такие же здоровенный капот железяка сел в этот тазик под названием кресло и поехал машина чрезвычайно динамичная для людей с ущербной психикой привыкших светофорным гонкам она даст полнейшее удовлетворение наступаешь на педаль она постреливает причем никто же не ждет что этот ящик будет летать с такой скоростью поэтому собственно никто с ним и не тягается наступила нафиг и улетела как резиновая женщина свистнула и куда-то делась машина при этом неплохо рулится она готова к подобным вещам у нее неубиваем абсолютно подвеска в городе потряхивает на 80 километров в час в нашем городе с разрешенным пределом практически везде в 60 лежачих полицейских перестает замечать очень быстро даже не встряхивает проходит проглатывает а на бездорожье вот здесь как раз главный выигрыш перед митсубиси пожироспорт это в неубиваемости подвески в непробиваемости подвески причем мотор бензиновый и по идее должен быть разорителем по расходу топлива если вот во все тяжкие то 18 литров есть ли с применением разума и сдерживающих факторов до 12 литров 12 литров по городу ну в общем это неплохой показатель вполне себе достойный а вот дальше что интересно машина строго 7 местная у нее заявлено что она 5 и 2 дополнительных на самом деле нет у нее жестко 7 мест и 2 лавки сзади 2 табуретки сзади удобные для взрослых людей там же крыша хорошая по геометрии башкой не цепляешься абсолютно тем более тебе в нос выведена воздуховоды кондиционера хорошая надежная ангина прямо вот конкретно персонально для тебя и сидится хорошо пристегнуться можно и подголовники если подлокотники нормальные но вся эта конструкция не убирается обычно у производителя это компромиссное решение с таким довольно спорным воплощением когда понятно что эти табуретки не для постоянки для того чтобы тихо перетоптаться куда-то доехать а здесь наоборот они не убираются они складываются в жуткую кучу которую некуда девать и получается что машина 7 место с изредка компромиссными пятью местами вот я на этой штуке поехал по нашему русскому бездорожью то есть выехал в деревню и погнал по полю включил полный привод у нее полный привод включается два режима там шайба простейшая и исполнительные механизмы достаточно надежно работают то есть можно включить полный привод где-то до 40 километров в час и можно уйти уже в пониженный ряд для того чтобы совсем штурмовать бездорожье после новостей расскажу чем все это закончилось после полетные впечатления о шевроле trailblazer и вот этот большой красивый ящик у меня он был шикарного белого цвета то есть сэкономил я еще в виртуальных 15 тысяч рублей которые берутся в виде единственной доплаты и единственной опции за краску металлик еду это я еду по простому русскому проселку радуюсь непробиваемости подвески потому что на какой бы скорости не зашел на штурм любой неровности любого ухаба подвески абсолютно без разницы вопрос только как далеко подпрыгнут сидоки до потолка или где-нибудь на полпути будут остановлены ремнями сзади в багажнике я не рискнул вести свою собаку я пересадил в салон потому что вот это нагромождение ступенек в двух уровнях причем с большим перепадом образуемых спинками последнего третьего ряда сидений она совершенно невыносимо и собака например там в перемешку с чемоданами и прочим скарбом конечно бы металл оси билась обо все это поэтому я посадил ее в салон место там хватает и мой довольно крупный ротвеллер там замечательный совершенно сидел и не очень металлся я включил уже полный привод и скорость небольшая потому как слякоть вчерашнего дня то есть нормальный русский пейзаж травка зеленеет солнышко блестит под колесами что-то напоминающее нормальное русское направление скорость километров 40 в час и аккуратно такая рулежка поскольку естественно на всех тестовых машинах резина стоит не специального назначения обычные дорожные балетные тапочки и вот к разговору о том как выглядит порода и как выглядит наспех сделанная работа наспех сделанная работа она появляется в нюансах когда ты к этому не готов потому что еду это я еду и вдруг машину совершенно внезапно без объявления войны разворачивает на 180 градусов выкидываясь задом вперед то есть вокруг передней оси опа приехали у этой машины где-то в недрах ее могучего организма живет электронный разум под названием ей спи в принципе там даже есть оба с потому что уже в середине процесса я попытался поймать ее педалью тормоза но это было бесполезно отпустил и машина сама произвольно в ответ на провокацию рулем она восприняла это как провокацию понеслась мести задом так словно у нее отключился передний привод вот так обычно везу ведут себя нормальные задние приводники или там уазик например которую ты по какой-то причине не подключил передок вот он махнул задом и там снес телеграфный столб или машину на встречке это был русский проселок не оборудованная дорога поэтому не сильно повезло что вдоль тропы хашимина не было никакой канавы иначе бы я там кувернулся бы через уши пару раз совершенно точно потому что машина тяжеленная инерция будет здоров у него какая я увидел небо вернувший вернувшаяся вокруг меня на наоборот травка полетела куда-то во все стороны комья грязи машина ровно на сто восемь градусов и замерла даже столбик не снес никакого столбика вокруг не было если бы кто-то еще крался рядом со мной я бы убрал бы точно совершенно в кусты а сама соответственно уже дрыгал бы лавками перевернувшись пузом к солнцу на соседние лужайки вот это ездовые повадки автомобиля пригодного для езды вне дорог но не доведенного дома это конечно не имеет отношения к стране юар там такие трюки происходят нерегулярно но доводка должна была у бразильцев быть на каком-то несколько ином уровне поскольку на подобную провокацию автомобиль не имеет права отвечать столь странным неадекватным образом но зато все же живы никаких же проблем белый костюмчик даже не запачкался поэтому можно было ехать спокойно дальше тихо изумляясь тому что произошло причем я попытался еще пару раз воспроизвести эту ситуацию спровоцировав машину нет она не поддалась причем не поддалась не потому что у нее например срабатывала есть просто потому что она очень устойчиво стояла на этом субстрате на точно таком же с легким глиноземчиком присыпанным песочком и кое-где водичкой она вела себя нормально прогнозируемо вполне убедительно вот на этом полном приводе с разными скоростями с разной степенью попытки объехать какое-то препятствие никаких проблем абсолютно машина сама по себе сделана геометрически очень верно это ее большой плюс она если глянуть на нее особенно сзади производит впечатление лифтованного автомобиля и многие как раз и говорят отчет ее сразу так отлифтовал да и даже не трогал она от рождения такая вот этот весь пластиковый обвес я это вот пелерины и фалды у нее достаточно высоко подобраны видно что кто-то из моих коллег конечно размочалил ее рожей об твердость земную потому как у нее подкрылок пластмассовые в мелкой крошу уже вывалился ясно что в каком-то месте и и приложили гнули выправили и воспроизведя прежнюю геометрию крыла и бампера отпустили на следующий тест-драйв то есть все-таки талантливые люди могут все что надо превратить в то что не надо у него хорошее от рождения стоит металлическая защита у нее агрегаты убраны с таким расчетом что цепляться ты будешь только редуктором дорожный просвет позволяет даже этого не делать то есть получается что в целом над машиной реально думали очень заботливо отнеслись к тому как она будет существовать вне цивилизации и бразильцы прекрасно понимают что их уж прародитель то пикап и его люксовая версия накрытая кузовом универсал так или иначе сильно обеспеченным людям в город то не попадут ну они же не знают про россии они же думают про бразилию про сельское хозяйство про весьма даже аграрные удаленные места и если бы вот не этот очень странный эпизод то во всем остальном у машины конечно наверное плюсы по салону платишь кучу денег и получаешь убожество которое не дотягивает до такого люкс исполнения которым блещет дэо матис дэо матис по салону на ступеньку выше чем trailblazer при том что матис он начинается с 200 тысяч а этот начинается с полутора миллионов бразильцы они вот ребята толковые но они же узкорегиональные они знают как у них в бразилии они не очень знают как там например где-то в европе и вообще кто предполагал что эта машина кажется в европе очень понравилось как они элегантно решили с usb разъема но наверное где-то люди пользуются флешками закачивают туда музыку бразильцы об этом услышали поэтому и избе разъема не прямо в рожу в хрячили там недалеко от рычага кпп кстати в отличие от предыдущего trailblazer кочерга не на руле а на нормальном европейском месте то есть на тоннель и вот на бороду под торпеды они поставили юсб разъем но ошиблись они поставили не нормальный юсб а микро юсб а поскольку нашей стране с микро юсб я флешек например не встречал поэтому оттуда торчит такая противная кишка удлинителя с нормальным юсб разъемом работает это все отвратительно и алгоритм по которому приходил предлагается договориться с магнитолой совершенно бесчеловечен я так понимаю это перевод с бразильского на испанский обратно на португальский потом на русский понять как и чего она там делает я не смог но это все-таки не важно потому что ну слишком в это подробная мелочь которые мало кому доставит неприятности ну ну нет у тебя юсб ну и что ну сидюк есть радио есть пожалуйста вот все остальное звучит хорошо сборка так себе тут торчит там торчит это уже к неграм пережившим апартеид и расовую сегрегацию расправившим свои пролетарские плечи и радостно взявшимся за труд белого человека в результате которого они создали эту машину белого цвета а дальше начинаются коммерческие перспективы с мотором бензиновым мотором в 36 хороший американский объем у предыдущего то конечно были 4 и 2 там был моторчик то будь здоров какую trailblazer здесь максималочка только у него по мощности они близки но 42 это все-таки по моменту другая характеристика здесь 36 вот с этой штукой 36 с краской металлик то есть это единственная опция которая предлагается подобный ящик стоит миллион семьсот девяносто две тысячи собственно вот это и закрывает любые перспективы данного автомобиля потому что если мне например захочется бензиновое что-нибудь брутальное то я не осмелюсь на столь спорный аппарат похоже внешне и внутренне кстати на шевроле кобальт я бы например пошел какому-нибудь агрегату с двигателем в 8 например 5 и 3 а это уже так а он стоит всего лишь на 200 тысяч дороже но это уже так это уже достаточно однозначная заявка на свое присутствие в потоке хотя по геометрии по проходимости да он будет уступать или например если я хочу себе такую бензиновую пулялку со светофора то почему бы мне не взять себе туарекс 36 с тфс и шным мотором и тогда бы я наверное потратив практически те же самые деньги миллион восемьсот девяносто получил бы ласковый автомобиль с шикарным совершенно салоном и в общем всерьез реализуемой заявкой на внедорожность а если напрямую сравнивать с пожиро спортом что с наиболее корректно то пожиро спорт как вы помните он есть в трехлитровом исполнении с бензинкой он стоит дешевле потому что с мотором вот в 2 и 8 то есть в в 3 и 0 стоит миллион пятьсот семьдесят девять а этот миллион семьсот девяносто две то есть практически там 150 200 тысяч разницы а пожиры лучше пожиры лучше потому что у него есть возможность езды в постоянном полном приводе и две блокировки у него центр блокируется и задний дифференциал при этом у него очень неплохие моторы по экономичности если брать дизельный trailblazer то дизель у него очень тоже неплохая и прекрасно адаптированная с а кпп в 2 и 8 180 лошадием стоит как раз начинается полутора миллионов на автомате в нижней комплектации когда без кожи получается миллион пятьсот десять тысяч а что там пожиры спорт а пожиры спорт стоит дешевле миллион четыреста девяносто здесь разница небольшая но конструктивно пожиры спорт может быть проигрывает только в подвеске при определенных методиках убивания автомобиля подвеска на отбой все-таки срабатывает то есть pajero спорт в прыжке можно приложить а вот эту штуку приложить не получится во всем остальном новейший американский шевроле trailblazer не догнал снимаемый буквально через пару лес производства японский автомобиль mitsubishi pajero sport вот как иногда коварно выглядит прогресс особенно если про него забывают отцы американцы и отдают бразильскому филиалу бразильский филиал тут не виноват он делал четко под свои задачи он прекрасно понимает необъятность бразилии и сельскохозяйственные нужды местного населения плюс аргентина пожалуйста чили парагвай соседи по континенту с большим удовольствием такой штукой пользуется тем более что она у них стоит заведомо иных денег а вот если мы на наш рынок получаем подобную машину то в принципе коммерческих перспектив у этого неплохого брутального ящика нету никаких только эффект новизны вот только аль почему бы благородному дону не посмотреть вот такой каверзный ируканский ковер посмотреть можно но если у тебя избыточное чувство юмора то миллион восемьсот для него это немножко странная реализация тем более что внешность любителя а внутри ну ты понимаешь что это крестьянин в ватнике у которого просто довольно свеженько чистенько подкладка этого ватника и для гоняния по буеракам тем более нужен устойчивый навык водителя с задней приводной заточкой под управление это же не у всех случается если нужна машина для пижонства для пижонства не очень подходит есть нужна машина для работы pajero спорт универсальный при всем при том что вот его сейчас уже сниму из производства так что кататься на тестовой машине здорово покупать но большой вопрос телефон программы экипаж на финам fm 65 10 9 9 и 6 трубку берет сергей асланян илья здравствуйте добрый вечер сергей растет сказать спасибо передачу и очень точно попали в машинку присматриваюсь интересное внешне для этого протестала вопроса первое а почему вы не сравнить ее с такой же пулялкой семиместный как фонда пилот это первый вопрос что по сравнению с салоном pajero спорт и про его блейдер потому что у трейлблейзера у него точно тем же топором и рубанком вырублен сапу этот самый салон единственное что китайской передельной пластмассы из вонючих игрушек у них ушло больше на изготовление трейлбейзеров кого салона и тем более это все собрано с таким легким негритянским неумением люди обрели наконец-то свободу а белые почему-то на них работать перестали с тех пор у них есть определенные производственные трудности а с пилотом сравнивать эту машину тем более нельзя потому что пилот это просто легковая машина то есть это не то что не внедорожник это даже кроссовер с большой натяжкой и если у пилота где-нибудь там какая-то лужа под колесом это конечно не хайлендер который в этой луже просто утонет сразу умрет навсегда но пилот это только имидж если вы хотите чтобы пилот оказался на природе тогда закажите виниловый баннер с изображением зеленой травы подставьте сзади сфотографируйтесь который решит это не развитие или джемовского двигателя 32 который ставили на копки вонтары на кодиллаке изменив там объем немножко там 3 7 по моему было не пожелать мотор с теми же болячками как-то растягивающие скорее всего инструментальные закрома джема настолько безграничны что от нас правда будут скрывать очень долго но вполне возможно что это он и есть тем более что вот на машине на которой катался при пробеге 15000 у него лихорадка была как у трехцилиндрового его на холостых всегда можно было ощутить он бился как плохое сердце было понятно что у него метральный клапан тихонечко с пролапсом что грустно конечно жалко потому что 95 процентов автомобиля шевроле копки у леонтара двигателем 32 не доживали то есть замена цепей приходила кому везло в гарантии период то есть до 70 тысяч 90 процентов цепи меня поэтому жалко конечно но сам по себе автомобиль в любом случае он настолько не стоит своих денег что его можно рассматривать просто как очень черное притворение юмора знаете вот у кого есть что называется плохая манера шутить подобным кавер разным образом потому что за миллион семьсот вот это ну если он стоил 700 тысяч до если он дизельный стоил 500 тысяч можно но с полутора лимона вдоль лимон восемьсот вот за это сидишь то внутри а сидишь там ну в общем большой грусти мне в матисе как-то поинтересней в матисе там хотя бы пара оттенков цветовых и пластмассочка поудобнее подогнанные вообще по фактуре она такая же дубовая но все-таки покачественней узбеки в этом отношении абсолютно молодцы в отличие от не буду говорить какого цвета у них какие части тела спасибо сергей большое спасибо успехов с вами в приятных хлопотах выбора следующего автомобиля анатолий здравствуйте здравствуйте я хотел спросить вот что я недавно делал первое то на volkswagen полоседан значит я взял масло свое фильтра свои все там воздушные салонные и в общем то мне предъявили там 3000 счет я мог бы конечно в пять раз дешевле сделать это в другом месте как потерял бы гарантию или не потерял бы гарантию анатолий поясните вы приехали к официальному дилеру со своими расходниками и вся их работа свелась к тому что они вам залили масло и привернули фильтр и заменили фильтр салонные и воздушные ну да то есть так или иначе половина расходников было ваша а вы Brown то стопроцентов types моистee сто процентов toutятся то есть вы привезли все и вы заплатили не понравившиеся вам деньги по стоимости только за то что сертифицированный мастер сертифицированным движением сертифицированно открыл сертифицированный капот и выставил вам счет за сертифицированные нормы часы я правильно понимаю да и вам это естественно не понравилось я вынужден был потому что я вроде как теряю гарантию если пойду в другое место никак Анатолий, вот это вопрос для человека, обладающего определенной склочностью характера и некоторой неизгибаемостью спины. Вот если вы рассчитываете, что, например, вам кто-нибудь, я или кто-нибудь другой скажет, да нет, ну что вы, это не проблема, продолжайте по-прежнему делать все самостоятельно, с гарантией вас не снимут. Так или иначе, вы в конце концов упретесь в полное непонимание со стороны дилера. То есть, этот вопрос автоматически не решается. На самом деле, можно выстраивать свои отношения иначе. Покажите мне, где именно у вас, на меня накладывается обязательство делать ТО только в официальном дилерском центре, и где есть взаимосвязь между, например, выполненными мною работами и лишением меня гарантии, в связи с чем? В связи с отсутствием причинно-средственной связи, потому что еще ничего не сломалось, а гарантии меня уже, например, лишают, к примеру. Но это вариант, который не автоматический, поэтому он требует от вас определенной квалификации по расталкиванию локтями и по обламыванию дилера. Если вы готовы пойти по этому пути, то, конечно же, некоторые консультации плюс закон о защите прав потребителей и, например, сайт правого руля, где сидят зубры, съевшие зубы на битве с дилерами, и на следующий раз вы уже выходите подготовленным. Но у нас ведь, Анатолий, все решается по бумажкам, ведь если, например, у вас во дворе валяется труп, то любой мент вам скажет, что трупа нет, потому что не свидетельство о смерти. А вот если трупа нет, но есть бумажка, он скажет, а где труп? У меня по справке должен тут в песочнице у вас лежать какой-то там престарелый дедушка с топором в голове. Минуточку. Бумажка есть, труп дайте. Поэтому, если вы хотите бороться с дилером, это обязательно бумажный спор, и начинаете вы с того, что, а давайте-ка посмотрим обязательства сторон. Я вам чего должен, а вы мне чего должны? И после этого вы, наконец-то, износив пару автомобилей и нервную систему у пары дилеров, обретете свое законное право делать то собственными руками, не лишаясь гарантии. Спасибо. Успехов. Когда человек задает подобные вопросы, это говорит о том, что он на правильном пути, потому что отношение официальных дилеров к нашим проблемам в последнее время очень сильно начинает утомлять, особенно учитывая дикий совершенно ценник. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. А как ваше отчество? Николаевич. Алексей Николаевич, рад вас слышать. Помогите, пожалуйста, выбрать машинку, метаясь между A6 Allroad и Touareg. Моторы одинаковые, вот, клиренс примерно одинаковый, но Touareg все-таки более похож на Jeep, а A6 Allroad все-таки, наверное, получше управляется. И вот цена при этом одинаковая вот с этими моторами. А для вас что важнее? Потому что вы очень правильно приоритеты взвешиваете. Так и есть. Один по джипасте, другой по управляемости. И? Ну, есть ощущение, что когда садишься в салон вот по A6 Allroad, сделан получше. Ну вот, не знаю, в мелочах. Ну, на уровне ощущения. То есть, Audi A6 привлекает тем, что и рулится лучше, и сидится в ней приятно. Да, но при этом, естественно, это менее ликвидный на вторичном рынке потом уже. Ну, Алексей Николаевич, не расстраивайтесь, может, у вас его просто угонят, поэтому и ликвидировать не надо будет. А тут настолько все тревожно? Нет, ну, не настолько, но там же четыре волшебных кольца, бесчисленный список легенд о том, что немецкое качество, машина не ломается, она из себя вся замечательная. Это очень неплохой рекламный заход для того, чтобы у вас ее угнали. Ну, правда, Tuareg тоже, конечно же, идет по этим же рельсам, поэтому его... Ну, да, да. А бензиновый, судя по всему, мотор вы хотите? Нет, нет, дизель. А, вы хотите дизель. То есть вы даже, может быть, прицеливаетесь к Tuareg, у которого есть тот самый X-овый оффроудный пакет, способный эту машину сделать настоящим внедорожником. Или нет? Ну, вот про пакет мне не совсем ясно, что он дает, и внедорожное это качество особо мне не нужно, мне по трассе ездить, за город выезжать. Но не такой загород, чтобы потом доставать трактором, а такой, дачный загород. У оффроудного этого пакета у него главное преимущество в том, что у него в раздатке есть понижайка. И эта понижайка вам позволяет, если что, скрестись когтями, зацепившись за льдинку, за веточку, за кусочек земной тверди, когда вы стоите на берегу болота и пытаетесь вернуться в цивилизацию. Но у вас такого сценария нет. Нет, да. Поэтому, Алексей Николаевич, Audi A6 Allroad с дизелем, это будет машина упоительная в управлении. Вы в нее сядете и будете получать удовольствие ровно столько лет, сколько на ней будете ездить. Потому что никаких оголтелых задач вы перед собой не ставите. У вас спокойная, приятная езда, очень много трассы. Сверх задач нет, по клажу положили, а по отточенности управляемости, как раз A6, она может поспорить только с A4, которая может быть еще лучше. Понятно. Спасибо вам большое. Ой, как приятно, что некоторые вопросы решаются настолько просто. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Сергей, я очень часто слушаю ваши передачи. Ну, довольно давно уже, наверное, в течение года. И, ну, пытался раззвониться, но вот первый раз, чему, собственно, рад. Я тоже. Сергей, подскажите, пожалуйста, как-то слышал из ваших уст фразу, что вы не являетесь потенциальным клиентом концерна Toyota. Мне просто вот хотелось узнать, почему так ваше, ну, скажем, суждение. Toyota – это ширпотреб. Это машина, сделанная очень даже по уму. И она, наверное, поближе других приблизилась к реализации инженерной суперзадачи 21 века. Равноизносный автомобиль. Потому что у многих производителей бывает так. Мотор уже стуканул, а коробка и кузов еще живы. Или наоборот. Мотор замечательный, коробка отвалилась, колеса высыпались в кузове дырки. Toyota в этом отношении она и ржавеет неохотно. Она и по ресурсу основных агрегатов молодцом. Но Toyota во всем мире испокон веку, и на ближайшие, наверное, еще века три, то есть до 2300 какого-нибудь года, это одноразовая, недорогая транспортная услуга из страны вечных самураев. И вот только в нашей стране вдруг произошло перепозиционирование. И на машину, сделанную в Турции или вьетнамцами в Англии, нам обязательно прикручивают легенду о настоящем японском качестве. И ломит такой ценник, который говорит о том, что эти ребята срочно с риса перешли на очень неплохие сорта мяса. И денег не хватает. Вот если бы не эта чудовищная совершенно стоимость автомобиля, во-первых, который не достоин этих денег, и во-вторых, обслуживание, то, конечно, сам по себе автомобиль с инженерной точки зрения очень даже неплохо. Много удач, много интересного, неплохие решения. Но за эти деньги, ребят, спасибо, я пойду куплю корейца. А, корейца все-таки, да? Корейца нет, но для японца, знаете, либо другого японца, но у которого не такие амбиции и не такая наглая рожа, как у Тойоты. Есть же японцы, которые не улыбаются мне в глаза с издевкой и предлагают вполне себе неплохие машины по вполне себе неплохим деньгам. У Тойоты этого нет, и у Тойоты даже стартовый взнос, когда приходишь к какой-нибудь первой своей Тойоте в жизни. Тебя бьют по башке такой ценой, что звенит еще очень долго, и понимаешь, такое ощущение, что ты в ипотеку вляпался. Спрашивается, с чего? Ну, да, да, это точно. Вот у меня первая машина была Королка, японской сборки, очень хорошая машина. Не убиваемая. Не убиваемая абсолютно, причем там я и на дачу ездил на ней. Перерыв на новость. Замечательный вопрос пришел как раз в тему от Джеймса, но он написал на всякий случай по-русски, хорошо, что не по-армянски. Постоянно говорить о качестве немецкой, японской, американской, американская фигня и все такое. Что же тогда покупать, какая машина самая надежная? А вот это вопрос, конечно, на 100 рублей. Чем определяется надежность автомобиля? Культурой производства и простотой конструкции. В этом отношении, ну, некая такая незатейливая простота, она по большому счету автомобилям уже не свойственна вообще. Ну, там, Хиндустан Амбассадор с дизелем и судзу, до сих пор еще в Индии выпускается, хотя аппарат невыносимый. И, в общем-то, податься уже некуда, но есть такие перлы, как, увы, деуматис. Вот он простой, как умывальник. И, чтобы его сломать, нужно, во-первых, подговорить узбеков, чтобы они его плохо собрали, во-вторых, ну, правда, иногда это удается, во-вторых, конечно, нужно сломать его самостоятельно. Еще вот на стыке такой уже не матисовой простоты, но все-таки отголосков и культуры производства балансируют французы. У них специально есть машины в некоторых комплектациях под некоторые страны и в том числе под нас, ну, как-то вот более-менее туда-сюда. Хотя, конечно, культура производства иногда не стыкует с этим. Вот, предположим, под нас специально создавали там Peugeot 408, ее взяли из Китая, потому что сделали седан 307-308, нарастив ему задницу, только под китайцев. Ну, потому что, видимо, китайцы тоже, как и мы, такие же идиоты, и обожают ездить с этим вот третьим объемом сзади. И Peugeot 408, он хорош только с допотопным мотором 1.6 в 110 лошадиных сил на механике. Вот тут простота, проверенная временем мотора и надежность. Из этой же бочки полу-седан, у него тоже двигатель простой, как умывальник, хотя, конечно, и умывальники с тех пор стали сенсорными и электрифицированными. Но в первооснове своей пламенный мотор живет долго, неплохо, в сочетании с хорошей коробкой и довольно простыми решениями, в том числе и по подвеске, хотя косяков хватает. Из этой же категории была уходящая со сцены окончательно Skoda Octavia уже предыдущего поколения с тем же самым мотором 1.6. Это тоже было сочетание с одной стороны инженерного, наверное, изящества, а не простоты, вкупе с проверенными временем агрегатами. Вот нечто подобное в гамме у разных фирм еще пока встречается. Но это всегда первое, которое нужно искать. В целом у корейцев такого уже нет. У немцев по основным рынкам сбыта, тем более по Германии, такого нет. Приходится искать. Поэтому ответить на вопрос, какая машина самая надежная, при прочих равных условиях иногда подобную машину найти можно, хотя в целом, конечно, надежность нас уже покинула. И если раньше производитель замахивался на двигатель, ну где-нибудь, наверное, в малолитражках, это было 350 тысяч ресурса, все остальное считалось нормальным, если заложен ресурс в 450-500, то сейчас уже производители в открытую декларируют, что они делают двигатели высокотехнологичные, например, в 240 тысяч предельного ресурса. Вот у Форда Экспорера Елабужского, у него двигатель эко-бустовский, турбированный, тот, который ставится на спорт, то есть с увеличенной отдачей, у него официально сказано, что он обязан сдохнуть при проведении в 240, но 240 это когда вы его искусственно на анаболиках держите, а так это означает, что он помрет в 200 тысяч, то есть фирма откровенно рассчитывает только на первого владельца. Первый стольник откатал 120, потом машина померла, и это считается нормально. И такая тенденция будет у всех, за исключением вот немногих производителей, выпускающих машины с устаревшими инженерными решениями, например, моторами пред-пред предыдущего поколения. Вот им спасибо за то, что они эти движки держат до сих пор в производстве. На всякий случай 65, 10, 9, 9 и 6. Иван, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно к вам дозвониться второй раз. Счастливчик вы какой, везунчик. Да, спасибо огромное за вашу передачу. Спасибо вам, что два раза дозвонились. Да, хотелось бы поддержать того человека, который как-то вам предложил президента, то, наверное, двумя руками подписался бы. А вы на моих похоронах с прочувствованным некрологом и гвоздичкой в петлице рыдать будете так же искренне, как все остальные, проголосовавшие за меня? Да, наверное, да. Потому что таких людей очень мало, как вы. Я даже из подъезда выйти не успею. Как только я скажу, что я хочу быть, например, каким-нибудь депутатом, уже после этого мы с вами узнаем про меня много нового и удивительного. А уж если я, не дай бог, куда-нибудь там, например, в какие-нибудь мэры, о, что тут начнется, ну что вы. До президента я даже просто не доживу чисто физически. Ну, тогда на нашу любимую тему. Да. По поводу автомобиля. Вы в какой-то из передач говорили, что у «Шкоды» должен появиться на базе «Туарега», когда достанет уже более большой автомобиль. Будет обязательно. А не слышно, когда он будет, каков угодно-то. Они, знаете как, до последнего будут все это таить, а потом в какой-то момент бахнут. Но немцы, которые регулярно утечку информации публикуют, они сказали, что где-то от 2014 года. Ждите, причем машина будет интересных две. Будет минивэн и будет вот этот аналог «Туарега». Ну, минивэн, так у «Шкоды» как раз и нет этой позиции. Будет. Вот у них будет расширение модельной гаммы. Но, ведь при всем при том, «Шкода» ведь это же не «Фольксваген» с другим «Шильдиком». Это инженерная автономная школа. И чехи сами по себе делают машины в разрез с немецкими постулатами. И поэтому регулярно немцев обыгрывают. И вот для того, чтобы «Шкода» не стало лучше, ее пытаются насильственно придушить. Ведь на сегодня нет смысла покупать «Пассат», когда есть «Суперб». То же самое, как и «Ауди». И «Октавия» настолько сильный игрок, что она с собой сразу похоронила продажи «Джетты» и того же «Пассата». Дальше что? Либо нужно делать «Пассат» лучше, а куда его лучше? Это же деньги. Поэтому проще прибить «Шкоду». И именно из-за этого «Шкода» «Октавия» третьего поколения, она примитивнее и, ну, мягко говоря, хуже, чем «Шкода» «Октавия» второго поколения. И вот сейчас у них внутри концерна решается. А если мы этим гадам чехам отдадим возможность на платформе следующего поколения «Туарега» создать автомобиль, где гарантия, что он не окажется, как нам желательно, хуже нашего немецкого. А когда мы им дадим, например, сделать минивэн, то о чем мы будем делать потом со своим минивэном? Тем более мы же берем за бренд. «Фольксваген» он настолько обезумел в ценообразовании, что теперь он стоит подобных денег, как будто это «Ягуар» какой-то. Это очень дорого. Да, и «Шкода», она сколько рынков под себя забрала. Посмотрите, например, на чем катается весь Израиль. Маленькая страна, в которой, кстати, с автомобилизацией тоже все в порядке. Полиция ездит на «Шкодах», такси ездит на «Шкодах». Половина Латинской Америки ездит на «Шкодах». Сколько по Европе «Шкод»? Это же сильнейший игрок, то есть замечательная машина. А «Фольксваген» после этого как-то неохотно берутся. Значит, надо пристрелить «Шкоду». И вот сейчас этот вопрос, он все решается, решается, решается. Чехи, они в этом отношении молодцы. Они очень упрямые. И вот ощущение, что Чехи такие же безалаберные совки, как мы с вами, оно абсолютно неоправданно. То, что они пьют пиво в три горла, из-за этого не следует, что они так же плохо работают. Они абсолютные молодцы. И вот сейчас у них идет тяжкая внутренняя борьба, и будет рождено два автомобиля. Вопрос только в том, что по этому поводу сделает «Фольксваген». По идее, он попытается просто бомбу кинет в этот завод, чтобы, не дай бог, они не стали лучше. А они станут. Ну, конечно, согласен с вами. Только вот если бы они еще научились красить получше, или кто-то у них с левыми руками красит. Потому что я уже не один, который так столкнулся. Мой товарищ сейчас тоже «Шкода Йети», и у него так же зацвели двери. А это новые технологии. Ведь у нас, Иван, ведь... У меня совет, я просто хотел у вас совета спросить, потому что мне подтвердили, официальный представитель подтвердил, что гарантийная покраска. Но покраска и гарантию салон дает полгода. Говорю, а куда остальные полгода деваются, которые будут у меня еще гарантийные? А мы этого не знаем. И в отделе руками разводят, вот мы вам полгода на покраску дадим, а дальше все. Говорю, а где еще полгода? На остальные детали будут, говорит, еще полгода. А сколько у них гарантия на сквозную коррозию? На сквозную? На сквозную, по-моему, я не помню. По-моему, 5 или 10 лет. А на лакокрасочную 2 года. Да, так вот, если нас с вами, Иван, вынуждают все действия с автомобилем выполнять только на станции техобслуживания у официального дилера. Они нас заставляют это делать только у них. Почему? Потому что они гарантируют заводское качество производителя. В этой связи вопрос. Почему же заводское качество на заводе дает нам гарантию на лакокрасочное покрытие 2 года, а заводские условия у официального дилера, которому мы с пинками пригнали, всего лишь 6 месяцев? Это с какой стати? Вопрос первый. Вопрос второй. В законе о защите прав потребителя сказано, что не может быть разного гарантийного срока в пределах одного изделия. Вот когда нам с вами говорят, что на машину от сквозной коррозии гарантируем 12 лет или 10, то на двигатель гарантируем, например, 3 или 5. Это нарушение закона о защите прав потребителей. Просто сопоставление этих статей ждет своего героя-юриста. Он пока еще за это дело не взялся. Но очень правильный ход. Я думаю обратиться к юристу. Вы должны, знаете, как обратиться к юристу. Это уровень Травина, это уровень Ольшанского, это уровень Нездвецкого, это не уровень Ивана Ивановича, у которого лицензия, что он юрист. Потому что это вторжение в неправедный бизнес. У нас, например, журналист в стране до каких пор может что-то такое говорить о правде нашей жизни? До тех пор, пока он не перекрывает финансовые потоки. Как только в результате его деятельности кто-то не получил привычный рубль, журналисты убивают. И вот здесь юрист, который возьмется за наведение порядка в рамках закона о защите прав потребителей, он рискует своей головой. Его просто пристрелят. Потому что выгоднее вас заставлять за свой счет перекрашивать машину весь дальнейший период ее существования, то есть каждые 6 месяцев, чем один раз исполнить свои обязательства в соответствии с нашими законами. Представляете, сколько денег тогда мимо рта у них пролетит. И в этой связи перспективы только для очень-очень весомых людей. Например, Генрих Падва, например, или его контора. Вот они бы могли за это взяться. Я боюсь, что ваш юрист на это не пойдет. Но, в принципе, плюньте на их угрозы, что через 6 месяцев и все. Во-первых, может зацвести еще раньше. А во-вторых, вот дальше уже с юристом будете выбивать из них следующие полгода. А я вам помогу. Все. Понедельник кончился. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра.